Друзья, всем привет! Сегодня у нас тест-драйв довольно-таки необычного, красивого, элегантного автомобиля Bentley Continental GT. Первое поколение, 2006 год, полный привод. Под капотом у нас расположился мотор W12 с двумя турбинами 6-литровый, общей мощностью 560 лошадиных сил. Коробка 6-ступенчатый автомат. Мы начинаем наш обзор. Тест-драйв. Поехали! Вы готовы? Слушайте звук внимательно. Надеюсь, вам будет слышно. Приятный бас от работы W12. Поехали! Самые первые эмоции от управления Bentley Continental GT. Довольно-таки мягкий автомобиль. Нету такого, что прям сразу мне хочется почувствовать все эти 560 лошадей. То есть он позволяет вам ездить спокойно, вообще адекватно, несмотря на свою мощность. Сейчас выйдем за город и там, конечно же, посмотрим, на что способен W12. Но пока ощущение довольно-таки плавно, приятно, мягко, комфортно. Ну, странно, да, если было бы по-другому в Bentley. Давайте сразу я вам подскажу по стоимости. То есть эти автомобили можно купить в первом поколении Continental GT. Можно купить сейчас на рынке от полутора миллионов за самый ушатанный вариант. Ну и, наверное, сразу же столько вы в него вложите. И по возрастающей. Новые Continental 2021 года начинаются, опять же, по источникам, таким как Автору, начинаются от 25 миллионов рублей за новый Continental. Как-то так. Это вот самое первое мнение, самое первое впечатление. Едем дальше. И сейчас я вам все расскажу о нем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну, в общем, сегодня весь день мы провели на Bentley Continental GT 2006 год. Повторюсь по техническим характеристикам. Мотор у нас здесь W12, 6 литров, 560 лошадиных сил, 2 турбина. Коробка 6-ступенчатый автомат ZF, который также ставился на Audi S8 тех же годов. И полный привод здесь у нас установлен. Какие эмоции? То есть, вот как изначально, в начале видео я вам говорил, что автомобиль довольно-таки такой плавный, мягкий. В принципе, такое мнение у меня и осталось по истечению нескольких часов управления данного авто. Автомобиль действительно мягкий, комфортный. Но при этом я бы не сказал, что он какой-то прям сильно валкий или сильно неуправляемый. Все-таки это купе и купе премиального бренда. Поэтому с управляемостью, я считаю, как вот автомобиль на каждый день, он довольно-таки неплох. Понятно, что это не гоночный болид, который должен использоваться на треке, нет какой-то сильной острой рулежки. Но, повторюсь, его остроты, мне кажется, вполне хватает для данных габаритов, для данного веса. А вес автомобиля пустой, 2 350. То есть, это довольно-таки тяжелое купе. Хотя, казалось бы, да, вроде, ну, купе, как мы привыкли, это не самые тяжелые автомобили. Но нет, здесь почти 2 400. Опять же, плюс, если полный бак залить 90 литров, то там уже по 2 500 выходит. Так вот, какие впечатления, какие эмоции произвел на меня этот автомобиль. Мне, конечно же, нравится в нем находиться внутри. Комфортно, удобно, приятные материалы. То есть, мне кажется, здесь, ну, до чего не докоснись. Здесь реально будет все сделано благородно, достойно, из приятных, очень таких дорогих материалов, из дорогих пород кожи, назовем это так, дерева и так далее. Но, если смотреть уже глазами современного автолюбителя, автомобилиста, то, ну, видно, что автомобиль все-таки уже староват. Но, так и удивляться тут нечему, я считаю, он выпускается с 2003 года. То есть, 18 лет назад он уже начал выпускаться. Мне кажется, очень схожа приборная панель с фэйтоном. Все, ну, в таком же стиле, в подобном, с фольксвагеном фэйтоном. Ну, и, в принципе, этот автомобиль во многих своих узлах, агрегатах схож с фольксваген фэйтон, с ауди С8, А8 в чем-то. Соответственно, некоторые даже запчасти подходят от этих автомобилей сюда. Но, есть некоторые агрегаты, которые идут только на Бентли, Континенталь. И вы не подберете их ни от А8, ни от фэйтонов. И цены на них будут, ну, прямо скажем, недешевые. Например, цена радиатора в среднем, там, 50 тысяч рублей. И таких узлов немало. Особенно, что касается вот по переду автомобиля, там, по передней подвеске. Если сзади там все проще, как с тормозами, так и с подвеской, то спереди есть те элементы, которые подойдут только на Бентли, только оригинал. Поэтому, если вы рассматриваете, например, такой автомобиль к покупке себе сейчас на вторичном рынке, стоят они от полутора миллионов за самый, наверное, укатанный вариант. Именно Континенталь GT первого поколения. От полутора миллионов и цена доходит далеко вверх. Соответственно, если вы возьмете за полтора или даже за два, мне кажется, что в первый год, ну, миллион спокойно вы сюда вложите. То есть, нужно это понимать. То есть, наверное, более-менее адекватный Континенталь в 2021 году, уже почти 22-й наступил, будет стоить не менее трех. Если вы не хотите постоянно обслуживать его в сервисах, то нужно сразу будет рассматривать в этом бюджете. Три миллиона. Друзья, ну, все мы знаем, что не бывает ничего идеального в этой жизни, в том числе и с автомобилями. Сейчас я покажу вам, как открывается багажник на данном Бентли. Нет. А он просто не хочет открываться. Такой живет своей жизнью сам по себе. Пальцы опасно сувать туда. Если вам надо срочно что-то достать, то... То нет, извините. Вот вам и Бентли, премиум. Повторюсь, новый Континенталь от 25 миллионов. Данному экземпляру 15 лет. Как вам, а? Сколько раз попробовали? По идее, он должен открываться из салона. Но кнопкой салона открывает его через раз. Все. Не кладите туда, если хотите забрать это. А что, например, по каким-то минусам для себя я мог бы отметить? Как я уже сказал, салон сделан хорошо, достойно, но не без изъянов. Например, вот эта крышка от пепельницы. То есть я понимаю, что это мелочь, ее можно поменять, но она не закрывается. Это такое первое, да, что бросается в глаза. Второй минус, который мне не очень понравился, это звучание аудиосистемы. Мне кажется, в автомобиле такого класса оно могло бы быть получше. Не хочу сказать, что прям как-то ужасно звучит, но мне кажется, что все-таки можно было этот момент доработать. Следующий минус, который мне не очень понравился, я бы не сказал, что здесь прям очень хорошая шумоизоляция. То есть я слышал мимо проезжающие машины, даже легковые, я слышал шум от колес. И это меня немножко удивило. Мне кажется, что в автомобиле данного класса, опять же, может быть, я как-то его превозношу, но все-таки это Bentley. И, повторюсь, цена на новый Continental от 25 миллионов. То есть, есть вопросы, однозначно. И ожидания в чем-то мои не оправдались, в чем-то. Что касается динамики автомобиля. По паспорту он едет менее 5 секунд, 4,8 до 100. Но не могу сказать, что эта динамика прям как-то сильно удивляет или вжимает вас в сидение. Нет. Тяга хорошая, равномерная. На любых оборотах, на любых скоростях. То есть тяга прям паровозная. Ну, понятно, у нас V12 и 2 турбины. Но что-то прям такого вау, как она там стреляет, по крайней мере, я не ощутил такого. Показатели неплохие. Да, ты понимаешь, что в любом диапазоне ты нажмешь на педаль, автомобиль поедет. Но хотелось большего. Сделаем скидку на то, что это все-таки старый мотор, старая разработка. И поэтому, сравнивая его с современными, это, конечно, очень разные моторы, очень разные ощущения. Еще одна отличительная черта Bentley – это открытие капота. Сейчас я вам покажу, как это делается. Не так просто это делается, как кажется на 15-летнем моторе. Как он закрывается, я, честно говоря, до конца тоже полностью не понял. Я пытался по-разному, и нежно, и ласково, и более грубо, но этот зверь не принимает всех подряд сразу. Вот и я не понял, закрыл я капот или нет. Похоже, что нет, потому что он болтается. А вот сейчас, видимо, закрыл. Но это не очень удобно. Ну, все руки будут постоянно грязные в такую погоду. Автомобиль стоит немало. Им нужно это понимать. Какие плюсы я мог бы здесь выделить? К плюсам я отнесу качество материалов, внешний вид. То есть мне автомобиль нравится по сей день. Я считаю, что он выглядит довольно-таки красиво, лаконично. В то же время довольно-таки мощно. У него такие крылья раздутые, что задние, что передние. Внешний вид его мне нравится. Не знаю, как вам. Поделитесь своим мнением в комментариях. Также к плюсам я мог бы отметить паровозную тягу. Но сразу к минусам это расход. Но, наверное, если вы берете Bentley, то не стоит обращать внимание на расход топлива. Но и в целом, если вы хотите экономить на обслуживании, нет. Это не этот автомобиль. Потому что только при замене масла здесь нужно 12,5 литров масла в систему. Соответственно, и вы много с чем столкнетесь. В отличие от обычного автомобиля, здесь будет требоваться гораздо больше всего тех же жидкостей и так далее. Например, чисто резину поменять. То ли 19-й, то ли 20-й радиус, какой вы захотите, можно и тот, и тот поставить с завода. Но стоимость баллонов, стоимость диска в 19-й, 20-й радиус не будет бюджетным. Из плюсов, как я уже сказал, мне нравится качество отделки материалов салона. Например, селектор КПП. Он выполнен довольно-таки интересно, оригинально. И мне лично нравится, что на нем значок Bentley. Такой некий понт. Еще к плюсам, наверное, можно отметить, ну, в целом, бренд. То есть, ты ездишь на Bentley, если это твой автомобиль. Звучит это солидно, круто. И никто не знает, насколько это больно, когда ты приезжаешь в сервис обслуживать его. Но это уже другой вопрос. Все зато будут знать, что у тебя Bentley. И это престижно, круто, вау. Даже несмотря на то, что данному автомобилю уже 15 лет, он до сих пор ловит взгляды на улицах, взгляды окружающих. Потому что я считаю, что он выглядит вполне современно, вполне достойно и актуален еще по сей день. Вас будут пропускать на дороге. Может быть, не все, но в целом я не заметил, чтобы кто-то там меня сейчас не пустил в течение дня, если мне нужно было перестроиться. Сильно я не наглел, но уважением этот автомобиль, безусловно, все равно пользуется. Опять же, повторюсь, потому что я думаю, что это Bentley. Bentley у всех ассоциаций, что это дорого. Подводя итог по данному автомобилю, плюсы и минусы я уже вам озвучил. Но отвечу на такой вопрос. Взял бы я себе его, например, для ежедневной эксплуатации или как автомобиль выходного дня? Не знаю. То есть, если бы, например, у меня было несколько автомобилей, может быть, да, как автомобиль выходного дня, иногда прокатиться где-то в хорошую погоду. Возможно. На каждый день точно нет. Как единственный автомобиль точно нет. Потому что я считаю, что за 3 миллиона, а дешевле, наверное, не стоит все-таки их рассматривать, если вы не хотите постоянно вкладываться в них, за 3 миллиона выбор очень большой. И можно взять пусть не такую престижную марку, но во многих параметрах ничуть не хуже. Поэтому как автомобиль выходного дня и не единственный, возможно, взял бы, да. На каждый день точно нет. Спорные ощущения оставил этот автомобиль в целом. Но прокатиться вот там одним днем, на пару дней, на неделю, определенно он заслуживает этого. Он заслуживает внимания, ваших денег, чтобы подарить вам взамен положительные эмоции и удовольствие от вождения управления W12. Друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Пишите, какие у вас вопросы остались в комментариях. Пишите, если вы владеете таким автомобилем. От себя какие-то, может быть, дополнения, что не сказал, что важно по вашему мнению. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще раз спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok